Десперадос 3 В полчаса езды от Флекстона в горах находится новёхонькая усадьба мэра Хиггинса. Он неплохо нажился на сделках с компанией Дэвид и не пожалел денег, чтобы обставить своё жилище со всей роскошью. Сейчас в усадьбе во всю идут свадебные приготовления. Мэр Хиггинс после многих лет бесплодных ухаживаний наконец убедил свою возлюбленную надеть на палец колечко. Однако он даже не подозревает, что у невесты на этот праздничный день свои планы. Прелестно, милый. Прекрасно. Я хочу, чтобы все вспоминали этот день ещё много лет. Хиггинс! В чём дело? Фрэнк говорит, что теряет терпение. Не сейчас. Не видишь, мы тут заняты. Прости, солнышко. Нужно срочно решить одно важное дело. Обо мне не беспокойся, милый. Никуда не уходи. Я мигом. Мне нужно время. Попробуй отвлечь Фрэнка. Я должен проверить насчёт цветов. Понял, сэр. Ещё увидимся. Наконец-то. Я думала, он никогда не уйдёт. Надо спешить. Взять всё, что мне нужно, и сбежать, пока меня не потащили к алтарю. Для начала, мне нужен ключ от верхнего этажа. Думаю, у неё есть запасной. И она не обидится, если я его одолжу. Охрана меня не побеспокоит, если я буду вести себя естественно. Как только я возьму, что мне надо, можно будет сбежать через дверь библиотеки. На верхний этаж мне нельзя. Охранников надо избегать, пока не доберусь до кабинета. Я всё вверх дном перерою, пока не отыщу то, зачем пришла. Так, хорошо. Мне надо успеть свалить, пока жених не решил сходить проведать невесту. Да, у нас под контролем появляется новая персонажка, и то Хара. Сегодня день её свадьбы, но она тут не венчаться пришла, а для того, чтобы украсть документы из кабинета Хиггинса. В одном ему не откажешь. Платье чудесное. Сейчас мы этим и займёмся. Боже, эта псина меня ненавидит, а я её. О, как это будет прекрасно. Он так долго ждал, пока она подрастёт. Я бы и сама за него замуж вышла. Он так разбогател на сделке с компанией Дэвид. Увы, не всем так везёт, как мисс Охари. Ты ревнуешь? Или завидуешь? Не то и другое. А две служанки пытаются себя как можно выгоднее продать. Ну ладно. На некоторых заданиях Кейт может обворовывать врагов, но будьте осторожны, если вас заметят поднимать тревогу. Кейт располагает неограниченным запасом склянок с духами. Они на время ослепляют всех охранников в зоне действия. Это один из немногих наук, против которых бессильны все враги, даже плащи и охранники в пончо. Замечательно. Открываем быстрее, потому что если она развернётся и нас заметит, то поднимем с тревога, так, что это если бы сделал бы охранник. Идём дальше. Здесь нас ждут ещё охранники. Теперь мы уже в запретной зоне. Быстрее, пока он не вернулся. Не должны обнаружить. Один ковыряется в ящиках, что-то там выискивает. Тарелки или что-то съестное. Один пытается дверь открыть, а третий просматривает лестницу. Меня он больше всего интересует. С небольшим запасом. Кейн только оглушает охранников, у неё нет смертоносных приёмов. Кроме того, она не носит при себе верёвку, чтобы связывать оглушённых врагов. Так что рано или поздно они придут в себя. Пора произвести впечатление. Да, так что избавляться ей придётся где-то в иных местах утопить, в колодце, в реку сбросить. Или засунуть шкаф, за дверь забросить. Либо нужен напарник, который устранит цель окончательно. Так, здесь ждём, пока Громил подойдёт на диалог. Иначе он светит мужика, который находится наверху. И может заметить процесс его отрубания. Отлично. Ну что, поиграем в прятки? Зашли в библиотеку, внутри ещё трёх охранников. Один просвечивает полностью проход. Второй на патруле, третий исследует предмет выпивки. Комод, по всей видимости, местный. Вырубить мы не успеем от этого парня. Точнее, как успеть, то успеем. Но дотащить до шкафа нет. На развороте один из охранников просвечивает всю область и он нас заметит. Разработчики этот момент предусмотрели. Вот, смотрите. Сейчас он развернётся и увидит стрелка. И сейчас в этот момент мы вырубили бы его и потащили бы. Он бы засёк. Конечно, можно было отбуксировать его в угол, но время, чтобы дотащить до шкафа всё равно крайне мало. Повезло тебе! Проще оглушить. Это менее опасно. Вот видите, сколько там у нас секунд было? Секунд пять-шесть, не больше. Сейчас. У меня всё готово. Всего наилучшего. Дайте невесте продохнуть, а? Не дождётесь слова «да». Нормально. Остались сущие пустяки. Надо найти эти бумаги. Главное, не пробегайте спиной у того парня, который в буфете ковыряется. Быстрее. Иначе он вас услышит. Ну вот мы в кабинете найдём бумаги. Не валим отсюда. Выходит сбежавшая невеста. Должно быть где-то тут. О, чёрт. Ну. А, Фрэнк, вижу, ты отыскал мой кабинет. Любишь заставлять друзей ждать. Извини, свадьба, сам понимаешь. Конечно. Угощение, декор, всё это чёртова родня. Давай к делу, мне ещё на поезд. Конечно. Секундочку. Я тут слышал, во Флэкстоне вчера было неспокойно. Как обычно. Вряд ли мистер Дэвид очень этому рад. Дэви-то тут нет. Интересно, хотел ли бы он, чтобы ты уехал? Или у тебя поважняет дела в Новом Орляне? Может, тебе вернуться к своей свадьбе? Может, ты и прав. Нельзя заставлять невесту нервничать. У неё для этого есть поводы. Что-что? Не думаю, что она обрадуется, когда узнает, что ты продал её семейное ранчо. Ну, тогда свадьбы-то ей никто не расскажет, верно? Хм... Знаешь... Вряд ли в итоге будет какая-то разница. Приятной тебе свадьбы! Эээ, постой! Мне надо выпить. Ты точно пойдёшь один? Это не обсуждается. Ну так, какой у тебя план? Попасть внутрь, найти Фрэнка, закончить дело. Прям через главный вход? Нет, по тропинке под обрывом. Я по ней проберусь, потом наверх поплющу и дальше как-нибудь. Это не похоже на план, Амиго. У меня бывали планы и похуже. Если я решу, что ты влип, я за тобой приду. Нет. Сиди смирно. Это мой бой. Как скажешь, Амиго. Ну, а вот два наших закадычных приятеля, Гектора и Купера. У Купера свои счёты со Фрэнком. Напоминаю, это именно тот бандит, на которого они охотились с отцом 20 лет назад в прологе. Иду. Но долги у Фрэнка остались перед Купером, тем не менее. Через центральный вход мы не пройдём, тут два плаща и пять охранников, поэтому будем импровизировать. Идём. Блин, не успею. Не успею я пройти, придётся ждать, пока этот парень пойдёт снова на диалог, или он просвечивает, видите, проход, тут не просочится и уже запретная область. Ладно. И зачем это невесте? Над камином не повесишь, это уж точно. Мелочь нужна. Это ещё что-то сосло. Так, так, посмотрим. Помимо этой охраны, вас могут ещё заметить двое в пончо, один стоит сниз, другой сверху, но и тот, и другой кусты не просвечивают, то есть, если вы не встанете, то можете прокраситься без проблем. Вообще не проблема. Вот именно. Далее, на балконе стоит очередной охранник. Ой, блин, нажал случайно на сейв, хотя мы же с вами не сохраняемся, это я уже со своим путаю, так сказать, летсплеем. Но да ладно, в любом случае я не буду. Сохраняем пользоваться, считай, что его не было. Отвлекаем этого парня монеткой. И в кусты. Дай мне пару секунд. Сейв, они для тестов. И то лучше как можно меньше им не злоупотреблять. Но когда первый раз проходишь, так или иначе лучше сохраниться, конечно. Пробежим до второго куста. Двигаемся дальше. Тут нас ждет очередная парочка охранников. Один ходит на горе, второй на лавке. Обозревает все пространство окружающей. И есть небольшая проблема. Это вот этот вот парень, который чуть-чуть остаточным зрением просвечивает лестницу. Ножом этого чувака не убить. Точнее как. Убить-то его можно, но... На ножик потом вы отсюда уже не извлечете. Купер не может залезть по этим камням. 30 сантиметров высота, но он туда не забирается. И поэтому вы останетесь до конца миссии без ножа. Всегда работает. И поэтому нужно отвлекать. И потом как-то тут успеть просочиться до кустов. Сейчас этот перец уйдет, и мы кинем монетку. Сейчас. Орел в вере. Вперед. Так, наверное, как-то пробраться. О, тут сразу, видите, обзор стал уже больше, но это не играет никакой роли. Горничная ушла, поэтому никто моменту убиения не заметит от этого паренька. Сейчас. Скидываем его в кусты. И идем дальше. Прежде чем двигаться к плющу, нам нужно сделать с вами несколько манипуляций. Нам нужно разобраться с охраной, которая будет нам мешать дальше проходить во второй части повествования. То есть зачистить все вот здесь, вот около помоста. И самое главное убрать вот этого чувака, который стоял у двери в библиотеку. Он очень сильно будет мешать финальной, так сказать, части миссии. И потом мы вернемся. Может, конечно, пройти будет через библиотеку. Дверь-то открыта, Кейт открыла. Но там очень длинный коридор. Вы сами видели, как тут сложно пробежать. И охрана внутри стала еще больше. Кстати, заметьте, Кейт уже нашли в шкафу. Хиггинс пошел там выпивать. И он уже знает, что она была. При разговоре с Афронтом. Мне даже кажется, что шлюхи обычные точнее, чем эти дамы. Вот так они пудрят мужикам мозги. Когда клянутся вечной любви и верности, а самим нужны только деньги. То есть неважно, кто он. Неважно, как он выглядит. Главное, это сколько у него монет в кошельке. Проститутки хотя бы цену назначают за определенное время, проведенное с клиентом. Надо подточить. Так, тело мы не будем убирать. Ну так что. А эти продают себя в долгосрочную аренду. Так, здесь у нас ходит эта мадемуазель. Дай мне пару секунд. Она будет мешать. Сделаем все по-быстрому. А ты не трать, чувак. Так, все. Идем дальше. Теперь нам нужно разобраться еще с двумя охранниками. Один здесь патрулирует, второй сидит на лавке. Главное, чтобы нам вот эта вот гражданка не помешала. Именно она здесь засвечивает весь процесс. Так, идем, 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 идем. Вон там ведь еще один дрыхнет. Если разобраться с этими тремя охранниками, то внутри потом уже не будет никого, кроме вот этого парня. И еще один будет стоять вот здесь светить. Но это значительно упрощает задачу. Потому что, если вы их не уберете, ну, вам будет на два порядка сложнее здесь расчистить дорогу себе. Я не буду спойлерить, но просто имейте это в виду, потом вы сами увидите. Вижу, отлично. Так, кто тут не светит, насколько не видят далеко. В принципе, вот здесь уже можно убирать спокойно. Убираем тело. Еще один охранник, но он нам особо не повредит. В принципе, можно убрать и горничную, так как она помешает вот этого чувака устранить. Убивать не буду. Мы же не какие-то гангстеры. Мы тут-то по своим делам, мирный житель нас не интересует. Вырубим и свяжем. Далее этот чувак светит до кустов. Сейчас это спокойно закалываем. Тоже охранник. У него бы к нам не было сантиментов, поэтому и у нас к нему тоже быть их не можно. Мирный житель не поднимут тревогу, если они не увидят противоправное действие. Ну, чтобы там труп тащить или кого-то закололи или ударили. Тогда они тоже поднимают тревогу и как по интеркому сбегается вся охрана. Со всего тут близлежащего района. Тело надо, конечно же, избавить, чтобы потом кто-то нашли. И это еще не все. Нам необходимо убрать тройку, которая была у библиотеки. Охранников. Сейчас или никогда. Вот этих вот. Ну, они, в принципе, занимаются теми же самыми делами, что и занимались. Больше всего меня интересует парень, который стоит на балконе. Так, здесь никто ничего не видит. Больше никого ты нет. Ну да. Вообще не проблема. Вот нож и сгодится. Убираем тело. Потом убираем вот этого парня. Также уносим трупы и разбираемся с тем, который на балконе стоит. Надо подточить. В принципе, наша задача будет выполнена и можно будет двигаться непосредственно к Хиггинсу. В кабинет. Искать франк. Поторопимся. Но тут уже сложнее, потому что этого парня могут светить. Так, в пончо не видит. Это тоже не досвечивает. Пока не досвечивает. Хотел бы я видеть ее лицо как-то. Вот и славно. Сделаешь все могуще. Сбавляемся от трупа быстрее. В принципе, все. Здесь мы все сделали с вами. И теперь можем спокойно идти в кабинет. По более коротком пути. Хотя он и более сложный. По которому сейчас пойдем. Там придется с дополнительной охраной разбираться. Ну, по крайней мере, с одним. Конечно. Вот, по плющу мы должны зайти в эту дверь и там пробраться до кабинета. Сейчас или никогда. Сколько он светит? В принципе, не очень далеко. Все. О, как это будет прекрасно. Он так долго ждал, пока она подрастет. Я бы сама за него замуж вышла. Блин, мало места, чтобы скачать на сделки. Очень опасно. Идем. Ждем, пока этот перец пробежит. Думаю, что засветит. Ну, нет, до куста он все-таки не видит. Угу. Так просто взять и ускакать. Это на Фрэнка не похоже. А ты бы стал тут торчать и гладить мэра по головке, если бы мог свалить? Хе-хе. И то верно. Видок у него был не сильно довольный, как он с Хиггинсом поговорил. А когда ты Фрэнка довольным видел? О, черт. Кажется, Фрэнка тут уже нет. Ладно, меняем планы. Надо найти мэра и узнать, куда делся Фрэнк. На самом деле, план у нас неизменный. Мы продолжаем двигаться в кабинет. И подождем, пока этот чел отойдет. За драпировку здесь у нас будет больше времени, чтобы пробежать. Орел или орешка? Тут кусты прозрачные, поэтому... Ну так что? Ой. Блин, твою ты мать. Поэтому надо очень аккуратно это все сделать. Вот сейчас мы не могли устранить охранник, потому что горничный заметил, видите, они практически синхронно подошли. Смотрите и учитесь. Когда он пойдет в обратную сторону, вот в этом промежутке мы его и убьем. ножом. Сейчас она уйдет, и все будет нормально. Но больше никто здесь не светит. Это точно. Кто-то сегодня зубов нет. У меня их полетят. Дальше отвлекаем панчиста. Мелочь нужна? А мне-то какое дело? Надо быть просторожней. Не хватало еще разбить какую-нибудь безделушку. Ну, начнем. Тут можно успеть пробежать, но лучше его отвлечь, конечно. Так, далее, далее, далее. Нам нужно залезть наверх. Опять снова отвлекаем охранника. На балконе. И отвлекаем его еще раз. Я посмотрю. Нет, сейчас мы не полезем, потому что парень, видите, идет назад, и он нас тут может увидеть. Маловероятно, но все-таки в дверь он светит. Лучше подождать, пока пройдет. Орел и решка. Так, так, посмотрим. Привет. Здоров. Да, в обмен на честь. Ты всерьез считаешь, что я выйду за жулика и проходимца? Конечно, ты за меня выйдешь. Только подыши немного и успокойся. Ты просто жадный ублюдок. Я умоляю тебя, сейчас не место и не время. Очень фигово они тут ходят. Совсем не тот асинхрон, который мне нужен, ведь я не успею проскочить. Сейчас. Солнышко мое, перестань, я же все это ради тебя. Ты продал нас компании Дэвид, мерзавец. Я дам тебе столько, сколько дядя твое представить не мог. Придется ждать. Я не успею проскочить. Смотрите. Ты всерьез считаешь, что я выйду за жулика и проходимца? Конечно, ты за меня выйдешь. Только подыши немного и успокойся. И монеткой-то их не тормознуть, потому что... Ты просто жадный ублюдок. Туда зайти надо. Умоляю тебя. Сейчас не место и не время. Нужно, чтобы вот этот парень пришел раньше, чем мой стрелок с моей стороны. Совести у тебя нет. Подлый и ничтожный вор. Солнышко мое, перестань. Я же все это ради тебя. Чего не случилось? Нет? Все спокойно. Возможно, пару заходов придется подождать. Ты продал нас компании Дэвид. Мерзавец. Я дам тебе столько, сколько дядя твой представить не мог. В принципе, может быть, проскочим сейчас. Да. Поторопимся. Неплохо Мерзавец устроился. Богато. Дела у него, видно, идут хорошо. Что-то в той комнате происходит. Отлично. Только подыши немного и успокойся. Поздно. Я ничего уже не могу сделать. Верни его. Кейт, прошу тебя. У нас свадьба. Успокойся, прошу тебя. Времени нет. Ты все еще думаешь, я за тебя выйду? Приятной свадьбы. Не так быстро. Ты понятия не имеешь, чего мне это стоило. Ты выйдешь за меня сегодня и будешь изображать счастливую женушку. Уверен, ты все забудешь о своей пряжней жизни, когда пойдут детишки. Соблазнительно, но я откажусь. Ты что творишь, Кейт? Пытаюсь быть убедительной. Да? Я сейчас покажу, где твое место в мире, тупая сука! Думаю, я свое место знаю. Полагаю, он это заслужил. А вы еще кто? У меня тот же вопрос. У меня нет времени. Отойдите. В кабинет! Живо! Вы уверены, что вам туда? Черт! Что за... Открывайте, черт возьми! Держите. Отличные мысли. Дело закрыто. Ладно, что дальше? Через балкон? Годится. Что вы делаете? Деньги ему уже не нужны. Деньги, да? Пригнитесь. Пронесло. Теперь они будут искать повсюду. Мне нужно предупредить дядю. Давайте выбираться. Сперва скажите мне кое-что. Вы знаете типа по имени Фрэнк? Да. Обсудим это по дороге, если не возражаете. Там мы не пройдем. Без хорошей огневой поддержки точно. Умеете стрелять из гатлинга? Конечно. А розовая ленточка зачем? Свадебный подарок. Не спрашивайте. Как бы то ни было, в таком виде я далеко не уйду. Давайте навестим эту горничную на помосте. Я украду ее вещи и стану неприметной. Попробуем. Но я не верю, чтобы на такую девушку, как вы, не обращали внимания. Мисс... Охара. Кейт Охара. Я готова счесть это за комплимент, мистер... Купер. Джон Купер. Вот и славно. Так, что насчет Франка? Вам известно, куда он мог подеваться? Возможно. А что вы готовы предложить мне взамен, мистер Купер? Как насчет моей неугасимой преданности, пока мы не сбежим отсюда? Согласна. А кроме того? Море любви, Кейт. Мы будем предложить. И преданность. Только давай отсюда выбираться. Итак, свадьба закончилась трагедией. Убили Хиггинса. Кейт в режиме самообороны. И в целях самообороны он пытался ее принудить с помощью оружия. К брак-сочетанию. Но она ведь была другого мнения. И сейчас ее ищут. Вот от тех охранников, от которых мы избавились. Как видите, мы себе облегчаем задачу. Тем самым около алтаря. И всего лишь один охранник отделяет нас от горничной, которая нужна нам для маскировки Кейт. В любом случае, просто через Купер обходить. Другого способа не будет. Судя по всему, невеста его и убила. Всегда работает. Сейчас подождем, пока вот эти вот двое начнут диалог и прокрадемся. На прямой пройти не получится. Не думала, что вы из тех, кто бросается деньгами? Это просто мелочь. Мелочь, тоже деньги, мистер Купер. Только если монеты не поддельные. А ты рот закрой! Тут мэра пристрелили! Не успеем, надо было ранчик кивить. Давай. Еще одна попытка. Надо, чтобы вот этот головой перестал мотать. Отлично. И теперь вот этих двоих тоже отвлекаем, потому что, видите, проход просвещивается. И еще раз спрашиваю, кто из вас ее видел? Да мы ж снаружи работали, когда все случилось. Заходим за спину. Вообще не проблема. Два охранника нам мешают. Видите, один бегает поверху, другой здесь смотрит на плющ, но у него есть слепая зона. То есть, когда он разговаривает с этими двумя служанками, он не смотрит вот в это место. Вот сейчас. Кто-то должен был что-то заметить! Вы слышали, девчонки? Он считает у нас глаза на затык! Так, у него больше никого нет. Спокойно разбираемся с стрелком. Окей. Уносим телом. Все, дальше Кейт может пройти, но проблема в том, что ей надо еще пройти трех охранников. А тут снова может помочь Купер. Дай мне пару секунд. Которых может отвлечь. Мелочь нужна? Это еще что-то? Ждем только вас. Действовать нужно быстро. По моей команде. Чертям такое викили. Что это? Слезоточивый газ? Духи. Подарок покойного жениха. Выходит, любовь и правда ослепляет. Как не стыдно, мистер Купер? Да. Любовь ослепляет и делает из того, кто влюблен, если любовь безответная, просто раба. Последний. Который будет выполнять все прихоти. Второго. Любимого. Поэтому никогда не влюбляйтесь. Всегда контролируйте себя полностью. Она не могла далеко уйти. Посмотрим в оба. Сейчас мы их одновременно всех отвлечем и спокойно пройдем. Будьте здоровы. Вышелись. Кто-то должен был что-то заметить. Не пора за кулисы. Отлично. Идем, вырубаем горничную, забираем ее прикид и двигаем дальше. Ладно. Не забываем про охранника. Вот его вырубать ни в коем случае нельзя, потому что гражданский поднимет тревогу сразу же. Конечно. Главное подобраться поближе. Убивать не будем. Наглушим просто. Не шевелись. Ясно? Тяжеловато. Так, ну она исчезла, но ее вещи остались, Любовь. Дорогу не вести. Идеально. Уходим потихоньку. Проверим, подойдет ли мне. Ну, что скажете? Вы выглядите словно волк в овечьей шкуре. Полагаете, этого хватит, чтобы их обмануть? Проверим, узнаем. Как только Кейт получает маскировку, она может ее надеть. Для этого нажмите G. Замаскировавшись, она может ходить по вражеской территории практически незаметно. Обнаружить ее могут только плащи и собаки. Да, имейте ввиду. Ну и теперь мы вырубаем вот этих вот двоих. Вот этого тоже парня. И спокойно проходим. В принципе, их можно было и не трогать, но... Если поднимется шухер, лучше... Конечно, от них отделался. Флиртом она может отвлекать противников, если они разговаривают друг с другом. То сразу обоих, если один там бродит только одного. Вот этот парень меня интересует, насколько он далеко просвечивает. У меня еще много чего интересного. Здесь, в общем-то, никого уже нет. Можно спокойно с этим чувачком разобраться. Что там на свете зажился? Скажи, как можно. Сейчас посмотрим, когда он поделит назад. Ну да, в принципе, тут светит немного. Но сам угол не обозревает. В принципе, он их не видит. Поближе, поближе. Лучше, конечно, подождать, пока он отбежит к этому панчисту. Не забываем о том, что маскировка слетает, когда она бьет напрямую противника. Не будем мы избавляться от трупов, потому что здесь везде все светит. Да и этот парень может на возвращение нас заметить, поэтому хрен с ним. Их тут не найдут в любом случае, с тревогой не поднимется. Уходим по-тихому. Я ее не планирую поднимать. Ты видишь, чувака здесь уже на балконе нет, и это очень хорошо. Один тут бегает на патруле, от него надо избавиться, потому что он светит гору и мешает нам избавиться от этого стрелка. Поблема в том, что теперь, так как здесь нет его сотоварища ранее стоявшего, у нас будет минимум времени, чтобы завалить его ящиками. Надо посмотреть, как он стоит по времени, хотя, в принципе... Дорогу не вести. О, нет! Твоюшку ты, мать! А вот это плохо. Надо было все-таки посмотреть. Ладно. Теперь он будет здесь палить. Очень нехорошо. Как это вообще произошло? Хотя, в принципе, придется кому-то все здесь подчищать. Так, тут у нас никого нет. Если бы не вырубили мы охранника, здесь был бы еще один стоял. В принципе, мы можем его запинать. И Купер его убьет. Героине пора за кулисы. Только надо вот этих двоих отвлечь. И когда он подойдет сюда... Хотя, нет, сложно будет это сделать, на самом деле. А ты рот закрой! Тут мэра пристрелили, черт подери! Ты как себе позволяешь с леди разговаривать? Разрешите поинтересоваться? О-о! Ну ничего себе! Хорошо, мы его развернули. Совсем не хорошо. До скорого, родная. Мы еще увидимся? Дорогу не вести. Короче, осложнили себе жизнь очень и очень сильно. Вот этим вот неловким действием с ящиками. Смотрим в оба. Да, они стояли там вдвоем. Было время секунд 10 часов. Он, видите, убегает сразу. Еще раз спрашиваю, кто из вас ее видел? Надо было напряжение кидать. Мы снаружи работали, когда все случилось. Так. Это не видят. Нужно его вырубить будет, когда просто вторая стрелка убежит. Я тут весь день сладкая. Все. Вперед. Ну что вы, моя прелесть. Я весь внимания сладкая. Угу. Кто тут... Моя прелесть. Вы слышали, девчонки? Да. Но нам-то теперь кто заплатит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, нахрена на кейт переключился? Не простите. Это уже опять оплошности. Ты как себе позволяешь следить разговаривать? А ты милашка. Может быть, не очень хорошо. Засвет идет, но в принципе он тут не видит. Полном-то. Да, я слушаю. Теперь нужно поймать момент, когда вот этот чувачок здесь не будет бегать. Светит весь второй этаж. Ой, слушай, а тут я и не достаю до него. Пойдет. До встречи, дорогущий. Ты возвращайся. Если что. Вот и славно. Представление продолжается. По-другому развернуть. Вот и славно. Продолжайте поиск. Она должна... Развернуть надо ближе. Он должен был что-то заметить. Вы слышали, девчонки? Он считает у нас глаза на затылке. Я тот, кто тебе нужен. Ну, по крайней мере, теперь я могу ближе подойти. Я тут. Вижу, отлично. Найти ее, живо. Ща подождем, пока этот перец опять бежит назад, и все сделаем. Вообще, был бы ножом, конечно, в ближней дистанции лучше убить. Он быстрее бы свалился. Там всего 2 секунды, а так он будет кочевряжаться 4,4. Вот смотрю я на тебя. Не вопрос, милочка. А ты рот закрой. Мэра пристрелили, черт подери. Вот не ладно. Как себе позволяешь с леди разговаривать? Теперь. Есть. Я-то готова, а вы? Нужно тормознуть вот этих вот двоих, чтобы он не побежал назад. Полпути пройдено. Так, о чем вы там собирались предупреждать своего дядю? Компания Дэвид собирается сегодня вечером напасть на его ранчо. Я должна ему сообщить. Я включу все свое обаяние. Можно вас на минуточку? Ну ничего себе. Тормозим их и... Ну так что? Разбираем с пончо. В общем-то никто здесь заметить не должен, все они смотрят в другую сторону. У меня еще много чего интересного есть. Ну, вопрос, милочка. Сейчас или никогда. Снова и... Зали! Ах, тут... Убираем тело. Какое у тебя... Ладно, ладно. Не думал, что у меня сухара хватит на это порно. Кейт может ультовать с охранниками, чтобы их отвлечь. При этом они будут смотреть в сторону Кейт только... На нее сколько угодно вам. Но мы уже это знаем. Ну, уходим по-тихому. К чертям такую вечеринку. Вот здесь вот надо какое-то что-то сделать. Не волнуйтесь, это безвредно. Все будут смотреть только... Эй, дорогуша. Вот теперь мы можем разобраться и с этим пареньком. Спокойно. Идем. Сейчас он тут постоит и попрется дальше. Я бы весь день с тобой проболтал. Вижу, отлично. Что нравится? Подобраться поближе. Да-да, конечно. Добегался не ящики, так нож. Не вода снял. Кто из вас ее видел? Да мы снаружи работали. Когда все случилось? Да-да, я слушаю. Избавляемся от этого парня. Все. Шудесно. Вот смотрю я на тебя. Я весь в внимании, солнышко. Ну так что? Как считаете? Да, я слушаю. Здесь не светит нормально. Светит только верх кареты. Сделаем все по-быстрому. У меня еще много чего интересного есть. Как скажешь, сладкое. Теперь убираем панчиста. Смотри, обойди себе смертоубийство. Раз промахнулся и в хейт попал. Вот и снова. Тяжеловато. Вот и все. Идем дальше. Ну, как бы еще не все. О, какие страсти. Ну, часть мы, по крайней мере, вопросов решили. Вот и славно. Избавимся от этого тоже паренька. Легче, легче. Тут может, в принципе, двумя путями пройти. Либо лошадью его вырвать, второй пойдет смотреть, и вы его уничтожите. Но это довольно рискованно. Поэтому лучше отвлечь Кейт и поодиночке их. Расшатать. Хватит с меня свадеб. Тут патрулирует собака по округе, но она достаточно далеко ходит, пока она никак не брошет. Ладно, мистер Купер. Моему дяде на ранчо пригодилась бы ваша помощь. Простите, мисс Ахара, но это не для меня. Чем могу помочь? Кейт влюбилась. Иду. Уже приглашает незнакомого парня на ранчо. Скажи-ка мне. Я весь внимание, сладкая. Скажи, ты дядя, ведь не даром мне достает он обзором. Нож изгодится. Пора заработать. Ничего. У тебя сейчас есть свободное время? Я тут весь день, сладкая. Что там на... Кто-то сегодня зубов не досчитается. Сейчас собака пройдет и попробуем избавиться от тела. Поверить не могу, что он ей гатлинг решил подарить. Ты закончил? Идем. Чу-чу-чу. Ну да, в принципе, немного этот парень светит. Жели. По ближайшим окрестностям. От тела лучше избавляться. Таких вот спорных моментах выбежит тревога. Ну, выбежит охрана из караулка, если поднимется тревога. Лучше, чтобы они их не находили. Без проблем. А ну, давай покрутим свадебный подарочек. Ты готов? Сейчас, не торопись. Смотрим, насколько псина смотрит далеко. Так-с. Эти кусты она просвечивает, не просвечивает. Нет. Я тут подумала. Собаки могут унюхать персонажей, даже когда те прячутся в кустах или в другом укрытии. Обнаружив персонажа, они нападают и принимаются лаять, привлекая внимание охранников. Собаки также распознают Кейт в маскировке. Осторожно. Там сторожевая псина. Она меня унюхает в любой одежде. Терпеть меня не может. Вот и славно. Кейт, надо было без одежды их отвлекать. Уходим от всех. Сейчас мы их отвлечем. Не совсем так, как я хотел отвлечь. Так не честно. Героине пора закупить. Мой выход. Разрешите поинтересоваться? О, а ты милашка. Вот так. Надо их отвлечь. И теперь мы можем пройти Купером. Скажи ко мне. Правда, двое ходят башкой, крутят в разные стороны. Достаточно опасно. Первым делом избавляемся от этого охранника. Это тоже очень опасный момент. Охрана тут дофига. Чтобы до этого гатлинга добраться, придется потеть и потеть. Так, тут надо все прям, блин, рассчитать невероятным. Из-за памятника тут узкая зона, в которой мы можем его ликвидировать и унести тело. Ну, нужно уложиться в момент диалога вот этих чуваков. Из-за тени. И успеть, пока охранник проходит. Потому что в другом случае нас засветит. Как считаете? Хм, как скажешь, сладкое. Дай мне пару секунд. Слышали? Пробуем тормознуть вот так вот. У меня еще много чего интересного есть. Да, я слушаю. Все. Вперед. Давай быстрее. Стрип, 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 стрип. Тащим спустим. Ясное дело, но все-таки роскошная же игрушка. Скажи-ка мне. Неплохо, кстати, запас был большой. Да, да, конечно. Все, что пожелаешь. Так. Теперь нам нужно убрать вот этого парня. Что, он равность? Тоже во время диалога. Да, я слушаю. И дотащить его до этих кустов. Потом разобраться с Панчистом. Потом разобраться с Псиной и с Охранником. А, нет. Потом с Громилой разобраться. Потом уже с Псом и Охранником. А потом вот с этим двумя. И дальше из Гатлинга расфигачить на выходе. Говорю же, еще чуть-чуть. Поторопимся. У меня еще много чего интересного есть. Как скажешь, сладкое. Доставай, раз есть интересное, что там прячешь-то от мира. Красоту-то. У тебя сейчас есть свободное время? Да, да, я слушаю. Слушай, собак, не унюхат ли нас в кустах-то? Нет, не нужно. Вот, смотрю я на тебя. Да-да, конечно. Все, что пожелаешь. Ну, начнем. Давай. Ну, что вы, моя прелесть. Я бы весь день с тобой проболтал. Теперь мы дайте кустов дайте, я думаю. Ну, так что. Что, нравлюсь? Ну, здесь уже, в принципе, думаю, будет попроще. Хотя, как, блин, попроще-то? Ну, у меня их полно. Вот, смотрю я на тебя. Ха, сделаем все. Не вопрос, милочка. Поторопимся. Потопали. Давай быстрее. Ну, поцарапаешь немного. Какая теперь разница? Хех. Ясное дело, но все-таки, все, что пожелаешь. Снова надо пройти поверху будет. У меня еще много чего интересного есть. Я бы весь день с тобой проболтал. Сейчас или никогда? У тебя сейчас есть свободное время? Не вопрос, милочка. Ой-ой-ой. Блин, опасный идиот, чувак. Фу, успели проскочить. Скажи ко мне. Надо было лучше за каретой подождать. Все равно поверить не могу, что он ей гаплинг решил подарить. Ты закончил? Говорю же, еще чуть-чуть. Хе, как скажешь, сладкое. Я просто отмечаю. Пол дела сделано. Ну что вы, моя прелесть. Да, я слушаю. Все. Вперед. Убираем чувака в пончо сейчас. Потом гатлинга, ремонтника гатлинга и псину с охранником. Вот смотрю я на тебя. Их мы сможем застрелить. Давай покрутим свадебный подарочек. Ты готов? А вот тут надо еще успеть. Чтобы, видите, они там болтали. И мы добежали до кустов ближайших. Да, да, я слушаю. Всегда работаю. Этому псину надо остановить. С охранником будет сейчас еще разок. Скажи ко мне. Чтобы тайминг нарушить. Я тут весь день сладко. Ты вообще нужна? А? Ну, отлично. У меня еще много чего интересного есть. Я весь в внимании, солнышко. Идем. Давай быстрее. Ну, поцарапаешь немного. Какая теперь разница? Ха, ясный день, но все-таки роскошная же игрушка. Долго же она возится. А ты что, торопишься? У тебя сейчас есть свободное время. Как скажешь, сладко. Вот наш и сгодится. Вообще, успеваем, я думаю. Слышка. Я бы весь день с тобой пробовал. Ну, успеваем. И теперь надо замочить ремонтнику пулемета. У меня еще много чего интересного есть. Да, да, я слушаю. Иду. Что, нравлюсь? Ха, не вопрос, милочка. На самом деле, тут время-то надо рассчитать. Впрочем. Времени будет дофига, как мало. Какой у тебя голосок чудес. И лучше убивать вот из кустов, вот из этих вот, пробежать сзади, чем сейчас вот я буду сбоку ждать потом. Вот смотрю я на тебя. Тело-то надо еще успеть убрать. Да, я слушаю. Ладно. Может, конечно, бы их монеты остановить попробовать. Не вопрос, милочка. Вот и славно. Ой. У тебя сейчас есть свободное время? Да, да, я слушаю. Конечно. Дай мне пару секунд. Позвольте, я познакомлюсь с этим устройством поближе. Милости прошу. Не в кусты, в кусты, в кусты, в кусты, в кусты. Давай, 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 сейчас может успеть увидеть. Нет, не увидеть. Как считаете? Разработаю. Я бы весь день с тобой проболтал. Старый и новый. Никто не видит, не слышит все. Да, я слушаю. Ну вот и все. Теперь вот эта парочка твикс на балконе под балконом и пулемет уже наш. Стрелять сейчас нельзя, иначе мы убьем Кейт. Это раз. А два, там еще полно охраны снизу. Мы просто не успеем всех убить. Возьмем патронов немного. Что, нравлюсь? Я тут весь день сладкая. Есть. А может, нам? Да-да, конечно. Все, что пожелаешь. Как считаете? Сейчас не обернулся. Какой у тебя голосок чудесный. Надо подпадать, ну так что. А Кейт слишком близко стоит. Устроим им ад. Зато у меня еще мусь чертям такую вечеринку. Да, я слушаю. Отдохни. На чеку. Так, так. Посмотрим. Ну еще не нажмите. Сделаем все по-быстрому. Избавляемся от сил. Итак, теперь надо все прям филигранно рассчитать. Кейт отводим. Куда-нибудь в кусты, желательно подальше. Сейчас бы не помешал сейв, но мы его не делаем. Здесь надо четко осознавать, кого будете убивать. Сначала. А в кого там еще стрелять? Я просто отмечаю очевидное. Мы оба в нее выстрелим. Сначала убираем плащей, потом убиваем вот этого чувака. Разворачиваемся, убиваем тех, которые выскочат из караулки, иначе они на спину застрелят. Потом убиваем вот этого чувака. И возможно еще кто-то побежит от кареты, но не факт, что они услышат. Давай. Отлично. Хотя не все услышали. Сейчас убью всех за счет. Но это еще не все. Потому что... У меня есть еще одна задача. Здесь надо убить 15 охранников, чтобы получить ачивку. Конечно, большой риск, блин. Пора за работу. Мы можем выстрелить. Хотя, в принципе, Купер может отсюда выстрелить, снизу. Да, это достаточно, чтобы пошуметь. И Кейт в состоянии ту пулемета застрелит те, кто выскочит. Так, приступим-с. Добьем до ачивки. Тут есть еще ачивка. Сфотографируйте мертвого жениха. То есть надо тело забрать, натащить его сюда, вот до фотоаппарата, и на фоне драпировки сфотографировать. Но просто убрать до всех охранников слишком долго. Не будем этим заниматься мы. Поехали. Все, ачивка получена, и возвращаемся. Да уж, это точно, Купер, пошли. Так, послушайте. Послушайте, мистер Купер, если вы поможете нам отстоять раньше, я скажу вам, куда поехал Фрэнк. Как с вами непросто, мисс Охара. Я просто умею разыгрывать свои карты. Сейчас или никогда. Миссион комплит. Извиняюсь, я не сплю, не сплю. Так вы и есть друг мистера Купера? А ты кто? Кейт Охара. Приятно познакомиться. Гектор. Ну и... Как свадьба? Не пытайся впечатлить следи. Мы уезжаем. Слушайте, я знаю, кто мог бы нам помочь. Отличный стрелок. Правда, он не работает бесплатно. Уверена, Хиггинс не станет возражать? Гектор, отправляйся с мисс Охара. Думаю, люди Дэвита доберутся на ранчо не раньше заката. Там и увидимся. Понял, амиго. Спасибо вам. Не за что. Мы ведь договорились, да? Этот Фрэнк тот еще малый, раз вы рискуете жизнью, чтобы найти его. Не в первый раз. Тогда лучше поторопитесь. На ранчо встретимся. Я надеюсь. О, а зачем мы защищаем ранчо? Долгая история. По пути расскажу. Да, мы вперед. Такое было задание. Достаточно интересное. Получили мы доп. Ачивку. Помимо высокой сложности, максимальной пройденного задания, надо было здесь не использовать маскировку, сфотографировать мертвого жениха, играя за Купера, проникнуть в здание через основную балконную дверь. Ну, можно было это сделать, но там слишком большой риск для без сейвового прохождения, поэтому не стал это делать. И надо, видите, тут не стрелять из пулемета даже. Это очень интересно. Кем образом тогда плащей-то убивать? На легкой сложности, если только. Так что по-другому вы от них не избавитесь никак. На максимальной. Убить всех, кроме мирных жителей. Странно, что мы не получили эту ачивку, потому что мы их не убивали, мы просто их оглушили и связали. Вообще-то. Вот по всеми местами надо было проходить без маскировки и не трогать ни горничную, ни одну, ни другую. На скорости выполнить задание за 15 минут. Пошли-ка они в задницу. Это тоже одна легкая сложность сбежать. Вот таким образом мы проходили. 51 минут, 36 секунд. Все это длилось действом. 37 секунд. Деспирадо. Одно сохранение было сделано случайно. Две тревоги. Дело в том, что две тревоги было. Что-то я не помню, никаких тревог. Странно. Убит врагов 44, убит прохожих 0. Видите, гражданских не убито никого. И при этом нам не засчитали ачивку, что мы мирных жителей не трогали. 18 Купер, Кейт 5. Убила, но из пулемета. Купер 39. Всего убил. 18, он прилег монеткой. Вот такие вот дела. Надеюсь, что данная серия вам понравилась. Если да, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. Сегодня все. С вами был Крестоносец. Увидимся в следующем эпизоде на Ранчо О'Хара. Всем удачи. Пока. Пока.